Здравствуйте, хотелось сегодня немножечко рассказать о том, что такое сельхозяйственная кооперация, что она из себя представляет, вообще зачем это нужно. Как бы вот есть у нас возможность создать свое дело на селе, есть фермеры, личные хозяйства, есть разные ОООшки там и так далее, они как-то работают вроде бы и слава богу, но кооперация на самом деле ведь решает тот самый главный вопрос, который сегодня стоит на селе. Это вопрос сбора вот этой продукции, которая производится в маленьких хозяйствах. После того, как ее собрали, ее надо доработать, хранить где-то, переработать и продать. И во всем мире, как раз я вот уже раньше рассказывал, это именно кооперативы позволяют освободить фермеров от ненужной им рутинной работы. Ведь посмотрите, что есть на заграницей, на западе и что есть у нас. У них фермер просто вот кайфует, у него масса свободного времени. А почему? Потому что он там подоил своих коров, нажал на пару кнопок, чтобы им там выдали, значит, свежего корма. По сути дела и все. И он весь остальной день свободен. А у нас какая ситуация? У нас же фермер, он и швец, и жнец, и на дуде и грец, как называется. Он должен быть настолько универсальным человеком, что просто диву даешься. Ведь фермер должен разбираться в механике, в животноводстве, растениеводстве, в агрономии. Но это само собой, понятно, он этим живет. Но помимо этого он должен разбираться в банковском деле, в налоговых во всех, в пожарных требованиях. И этих всех вот на самом деле моментов, которые он должен изучить, настолько много, что гинией, наверное, надо быть, чтобы стать фермером. Во всем мире это позволяет решать кооперативы. Они на консолидированной основе нанимают для всех сразу там живущих в радиусе там 100 километров фермеров, там одного, значит, ветеринара для себя, одного бухгалтера, там одного, значит, юриста, который решает вопросы всех вот живущих в округе фермеров. У нас пока этого, к сожалению, нету. И поэтому, наверное, и столь много проблем у наших фермеров. Это проблема ведь в том, что взаимоотношения с различными государственными органами, ведь там и с тракторами надо, с ГАИ разрешение получать, там, и земельные отводы надо, значит, с архитектором, там, и с водным транспортом, там, с ГИМСом. Ну, чего только они придумают. Кооператив как раз позволяет это все ликвидировать. Объединение в кооперацию позволит нам снабдить все наши архангельские магазины недорогим, но очень качественным продуктом питания, произведенным на селе. А на селе в свое время, в свою очередь, будут налоги, которых у нас сейчас не хватает для того, чтобы там проводить коммуникации, строить дома и так далее. Так что мы за кооперацию, мы будем добиваться, чтобы она у нас расширялась и крепла. Спасибо, с вами был Михаил Силантьев.